Добрый вечер, пятницы, дорогие друзья! Программа новости Таллина вновь с вами. Я, Екатерина Плехова, готова вам не только рассказать о важных событиях этой предрождественских дней, но и вместе с моими коллегами посоветовать, как с пользой и весело провести в предстоящие выходные. Тем не менее, праздник есть праздник. Народ наряжает елки и готовится к фейерверкам. И сегодня на пресс-конференции Министерства обороны, посвященной событиям в Украине, где побывал Михаил Владиславлев, невольно подумалось о том, что как все-таки здорово, что у нас гремят только мирные взрывы петард. Пушки перед зданием Министерства обороны присыпаны снегом. В Эстонии наступила настоящая зима. Но про Украину этого не скажешь. Да, сейчас бои ведутся на всем протяжении фронта. Но, скорее всего, большое и настоящее наступление начнется не раньше начала следующего года. И, как считают военные специалисты, к этому большому наступлению с участием тяжелой техники готовится как Украина, так и Россия. Специалисты Минобороны Эстонии и Генштаба говорят о том, что рисунок боевых действий не меняется. На некоторых участках фронта стратегическая инициатива остается за Украиной. Где-то определенных успехов добились российские подразделения. Но на Бахмутском направлении, где ведутся ожесточенные бои, продвижение их за последние три месяца составило ценой больших потерь в среднем 75 метров в день. Солдат со стороны Российской Федерации на фронте сейчас больше, чем было в феврале. И за постоянным давлением и активными военными действиями, которые сейчас идут, стороны к чему-то готовятся. К чему, мы не знаем. Можем предположить, что не готовятся к решающим действиям. После января-февраля-марта мы сможем сделать первые выводы. Но дальше опять наступит период распутицы. И после его окончания все продолжится. Период распутицы продолжается. Это означает, что колесную тяжелую технику использовать нельзя, а возможности передвижения гусеничные ограничены. Но артиллерии у России, несмотря на потери, осталось еще очень много, и обстрел можно вести постоянно. Сегодня по Украине был нанесен и ожидавшийся массированный ракетный удар. Атаковали с воздуха, с земли и с моря. Было выпущено 60 ракет. Укрэнерго сегодня же в связи с системной аварией объявила чрезвычайное положение. Страна сейчас как никогда нуждается в помощи, причем не только в военной технике. Надо срочно ремонтировать энергетическую инфраструктуру, поддерживать гражданское население. В Эстонии с визитом находится заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко. Очень много было взаимодействий. В Киеве побывали чуть ли не все эстонские политики и депутаты. И руководство Риги Когу приезжало в Украину и министры. Да и наши министры тоже были в Эстонии. В общем, если суммировать, то Эстония – ведущий и надежный партнер Украины. Страна, которая всегда первой нас поддерживает в самых разных делах. Будь то поставки оружия или доставка в Украину мобильных военных госпиталей и спасающих жизни наших людей. И она, наконец, приняла участие в восстановлении Житомирской области. Причем этот проект уже действует. Завтра в Таллиннской школе музыки и балета пройдет благотворительный концерт, который откроет вице-спикер Украины – эстонский министр обороны. Также пройдет и благотворительный аукцион. Все собранные средства пойдут на восстановление музыкальной школы в Житомире. Эстония курирует восстановление Житомирской области и уже оказывает различную гуманитарную помощь. Таллинн с начала войны помог нескольким самовыправлениям. Столичная гора права только что приняла решение передать в область 60 дизельных автобусов. Передачей их и отправкой займется Таллиннское объединение общественного транспорта ТЛТ. Хотелось бы верить, что следующим Рождеством неба Украины рассветят только мирные фейерверки или лазерные шоу. Михаил Владиславлев, Петер Улевайн. Новости Таллина. Много лет говорили о том, что память о северо-западной армии и трагедии ее бойцов и офицеров, развернувшейся в Таллине, должна быть увековечена. За последние годы было сделано очень много, выкуплен участок земли, где когда-то в бараках умирали сотни людей, собирались пожертвования. Идею, которая изначально исходила от простых людей, всесторонние поддержали православная церковь, власти Таллина. И вот сегодня состоялось торжественное открытие восстановленной часовни Святого Георгия. Тему продолжит Сергей Евченков. Изначально Георгиевская часовня была возведена в 1936 году на кладбище Северо-Западной армии в Таллинском районе Копли в память о скончавшихся в Коплиских тифозных госпиталях воинах-северо-западниках. В 1951 году часовня была осквернена и разрушена, находившаяся в ней икона великомученика Георгия Победоносца расстреляна, а само кладбище было уничтожено. На его территории была построена электрическая подстанция, где она находится по сей день. Предположительно, на этом месте захоронено около 700 человек, но некоторые утверждают, что это число гораздо больше. В 1992 году активисты Общества защиты русского исторического наследия Эстонии установили на этой территории памятный камень и посадили дубы. Ценная икона была отреставрирована в 2012 году, и теперь она вернулась на свое место в часовне. Советская власть в 50-е годы снесла, разрушила эту часовню, но разрушена была память людская. Вот это было самое страшное. Здание можно восстановить, но нужно восстанавливать и память в сердцах, умах людей. И те события, которые в 20 веке произошли, судьбоносные события, трагические события, они, конечно, не обошли Эстонию. И вот восстановление этой памяти – это очень важно. Важно и для нынешних поколений, важно и для будущих поколений, чтобы помнили, знали и никогда не забывали. Установленный на куполе часовник крест является в какой-то степени уникальным. Дело в том, что таких крестов нет нигде в мире, за исключением одного маленького, но значимого уголка России. В Переславле-Залесском есть маленькая часовня, и там есть точно такой же крест. Стоимость строительных работ составила 530 тысяч. В основном средства собирали, как говорится, всем миром. Вот эти копеечки, которые бабушки собирали, ведь они же сюда приносили, жертвовали. Кто-то евро, кто-то два, кто-то пять. И вот это построено на народное средство. Это, наверное, самое такое хорошее. Значит, люди понимают, что это надо. Парк, конечно, и так хороший, где можно и гулять. Но это именно такое место, что помыслить. Каждый человек мыслит, для чего он живет, что он сделал, что он может еще сделать. Я думаю, что это очень важно, что вот такая часовня сейчас у нас здесь, в парке Копли, есть. Вот сегодня нам очень важно помнить и знать о той роли русских людей в освободительной войне Эстонии и о трагической судьбе северо-западной армии. И мы не должны сейчас давать политические оценки тем событиям, той несправедливости по отношению к этим людям. Сегодня мы должны делать выводы, которые влияют на нашу повседневную жизнь. Мемориал будет открыт ежедневно с 7 до 23 часов. Часовню можно будет посетить только в рамках проведения историко-культурной или религиозной деятельности. И для этого нужно представить соответствующее заявление в управу Пыхья Таллина. Парк, находящийся за моей спиной, в простонародье называется парк живых и мертвых. Здесь особенно много народу летом, который гуляет и проводит свое свободное время. Теперь же, когда они будут приходить в парк, наверняка, заметив восстановленную часовню, они задумаются о ее историческом значении. И наверняка еще больше людей узнает о нелегкой судьбе бойцов северо-западной армии. Сергей Вченков, Петер Юльвайн, новости Таллина. Знаменитая фраза из мультфильма «Нас всех пересчитали» как нельзя лучше подходит к следующему сюжету Лины Туровской. Дело в том, что наконец опубликованы окончательные итоги переписи населения и живых помещений. На пресс-конференции Департамента статистики был дан обзор всех данных, собранных в течение 2021 года. Теперь можно создать картину жизни эстонского общества в настоящий момент. Сейчас мы узнаем важнейшие детали того, что выяснили специалисты. Как уже неоднократно подчеркивалось, последняя перепись была уникальна тем, что участие жителей Эстонии требовалось минимальное. Базовая информация была взята из различных регистров. Но на часть вопросов, например, о владении разными языками, вероисповедании, здоровье, опрошенные отвечали, заполнив анкету. И теперь мы знаем, что по состоянию на 31 декабря 2021 года в Эстонии проживают 1 млн 331 824 человека, что примерно на 3% больше, чем 10 лет назад. Открывшая пресс-конференцию министр финансов Аннели Акерман подчеркнула, что статистика и финансовая сфера всегда идут рука об руку. При принятии всех бюджетов в основу ложатся показатели статистики. При любом планировании, особенно финансовом, да и географическом, например, дорог, автобусных линий, школ, больниц, статистика играет важнейшую роль. Одним словом, без статистики жить невозможно. По словам Аннели Акерман, отрадно видеть, что, как показала перепись, наши пожилые чувствуют себя гораздо лучше, чем в 2011 году, и среди них гораздо больше работающих. 19% людей пенсионного возраста имеют работу. 84% жителей Эстонии проживали здесь же и 10 лет назад. 11% вновь прибывших – это те, которые родились в Эстонии, 5% эмигрировали сюда из-за границы. Эмигранты в основном у нас с высшим образованием. Эстония вообще выделяется по уровню образования среди многих европейских стран. Мы на седьмом месте по числу, по доле людей, которые имеют высшее образование – 43%. Имеют высшее образование. Причем Эстония на седьмом месте по этому показателю, а женщины даже на третьем месте. Образование эстонских женщин – только ирландские и шведские женщины. Мужчин в Эстонии около 48%. Их стало на 2% больше по сравнению с предыдущей переписью. 61% всего населения – это люди трудоспособного возраста. У нас почти поровну несовершеннолетних и людей пенсионного возраста. Средний возраст эстонского жителя – 42 года. Это самый лучший показатель за все предыдущие переписи, которых вместе с последней всего было 12. Лина Туровская, Петр Юлевайн, Новости Талина. Число заболеваний гриппом в Европе устойчиво растет с октября. Почти половина случаев госпитализации приходится на людей старше 55 лет. Но все чаще страдают и дети в возрасте 4 лет и младше. Как предупреждают в ВОЗ, в свете распространения еще и COVID-19, на который накладывается сезонный грипп, существует опасность возникновения двойной эпидемии. Насколько велика эта опасность в Эстонии, выяснил Сергей Евченков. Сезон гриппа обещает быть в этом году гораздо активнее, нежели ранее. Об этом говорят специалисты, утверждая, что прошедшие два года пандемии с введенными ограничениями не позволяли гриппу распространяться более обширно. Однако теперь ситуация обстоит иначе. Ограничения практически полностью сняты, масочный режим отменен. Люди снова собираются вместе, что само по себе абсолютно нормально, да и школьные каникулы не за горами. Так что хочешь не хочешь, но к увеличению количества заболевших гриппом придется привыкнуть. У нас достаточно большая неимонная прослойка населения, особенно детей, которые вообще никогда в своей жизни с гриппом не сталкивались. А грипп, собственно говоря, начинается обычный классический сезонный подъем гриппа, о котором мы слегка подзабыли. Распространению гриппа будут также подвержена и пожилая часть населения. Одна из причин заключается в том, что заболевшие дети зачастую проводят свое время дома с дедушками и бабушками. И тут нетрудно догадаться, кто следующий заболеет гриппом. Да и других людей это тоже касается, ведь многие из нас пренебрегают мерами безопасности при наличии симптомов заболевания. Понятное дело, что если большинству населения напомнить сейчас про маски, то это, скорее всего, вызовет очень негативную реакцию. Но если человек заболел и чихает, и кашлят при полном общественном транспорте, что же ему мешает использовать столь элементарное средство защиты? Ведь в обратном случае маску пришлось бы надеть остальным, чего очень не хочется, поскольку такой масочный режим мы пережили, и мы все надеемся, чтобы он не был бы снова введен. Все же зависит от нас самих, от нашей ответственности перед окружающими. Если у вас есть какие-то небольшие, даже небольшие симптомы, уже не говорю о температуре или что-то подобное, то не надо стремиться принять участие в массовых мероприятиях, не надо стремиться прийти на работу, не надо раздаривать свой вирус бесплатно всем окружающим, потому что, в принципе, среди нас обязательно есть люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, и люди пожилого возраста, которые как раз оказываются на больничных койках. Более масштабный сезон вирусных болезней впереди, поэтому не верьте тем, кто говорит, что вы уже опоздали. Специалисты утверждают, что еще не поздно сделать прививку от гриппа и коронавируса и приобрести экспресс-тесты на грипп, поскольку в первые двое суток от него есть эффективное лекарство. И лучше уже сейчас зайти на сайт вакцинерии аптегис.е и посмотреть, в какой ближайшей аптеке можно получить нужный укол. Ведь промедление может иметь очень тяжелые последствия, которых любой хотел бы избежать. Сергей Овченков, Виталий Савинский, Новости Таллина. Какими будут морские туристические ворота в Таллин? С этим вопросом город и порт обратились к таллинцам. Поскольку порт исключительно важен и для столицы и для страны, на суд общественности выставлены эскизы возможных сценариев развития портовой зоны. Выразить свое мнение относительно предполагаемой детальной планировки можно до 12 января. Илья Бань ознакомился с эскизами будущей приморской красоты. Приезжая в Таллин на пароме или круизном лайнере, гости нашего города сразу попадают в центр столицы. Здесь уже давно нет нагромождения из различных складов и подсобных помещений, но вопрос единого городского пространства остается открытым. Рядом с Адмиралтейским мостом открыта выставка, знакомящая с детальной планировкой и зданиями, которые могут быть построены в этой зоне в самом ближайшем будущем. Цель развития зоны старого порта – сделать привлекательной ныне пустующую территорию рядом со старым городом, которая некогда была закрытой территорией порта. Здесь должны сочетаться функции порта и общественного пространства. Порт важен не только для местных жителей. Мы имеем дело с самыми крупными туристическими воротами до того, как пришел COVID-19. 10 миллионов туристов в год попадали в Эстонию именно через наш порт. Но наша цель – чтобы это место было максимально привлекательным для горожан. Поэтому мы и готовы сделать инвестиции, которые будут ощутимы в течение ближайших 50 лет. Их главная цель – открыть море таллинцам и туристам. Эскизное решение детальной планировки северной части старого порта предполагает, что эта зона будет активно использоваться. Там будут расположены здания различного назначения, в том числе музеи, художественные галереи и концертные залы. Эскизное решение детальной планировки пассажирского терминала А и круизного терминала предполагает строительство комплекса зданий А-терминала, площади перед ним и нового причала для круизных судов. Также планируется строительство променада, который соединит Рейдите с променадом на крыше круизного терминала и северо-западным молом. А у Адмиралтейского бассейна может появиться яхтенный порт и городская площадь старого порта, которые будут окружать яхт-клуб и коммерческие здания. В терминале Д и прилегающей зоне предполагается построить жилые и коммерческие здания вдоль пешеходного променада, проходящего через порт, а также построить здания основной школы на участке по адресу Рейдите 12. Выразить свое мнение относительно предполагаемой детальной планировки можно до 12 января. Плакаты с эскизами можно осмотреть у Адмиралтейского бассейна или изучить документацию по будням в районной управе Кесклина, а также в инфозале Таллинской горы Управы, или в интернет-регистре планировок Таллина. Похоже, никто не хочет затягивать с этим вопросом, ведь уже на 31 января будущего года запланировано общественное обсуждение, на котором будут представлены результаты экспозиции этих предложений. Илья Бань, новости Таллина. Многие рождественские радости ждут нас и на предстоящих выходных, и, конечно же, на следующей праздничной неделе. Она пройдет под сияние гирлянд. Звуки колоколов и колокольчиков власть, нами шум рождественских рынков в Пирите, в парках Менни, Левенру и в рождественском городке на Штромке не пропустим и Ратушную площадь, где в сказочное Рождество пройдет масса концертов. А еще Адвент пройдет под звуки фестиваля Джазкар, причем в этом году впервые честь завершить этот престижный музыкальный праздник досталось Русскому театру, музыкальный руководитель которого, Александр Жиделев, сегодня гость в нашей студии. Александр, добрый вечер. Джаз – это все-таки непростой выбор. Многие называют его высшей математикой в мире музыки. Справятся ли наши актеры? Конечно, справятся. Сегодня мы уже имеем большой опыт музыкальных постановок. Они становятся традиционными. У нас организованы даже дополнительные педагоги. И также я знаю, что многие сами занимаются. Это очень здорово. И в целом такой вызов. И когда знаешь, куда-то к чему это идет, к такому большому мероприятию, к такому большому концерту, то еще и повышается такой градус вообще ответственности, зачем я это делаю. Ну, действительно, завершать Джазкар – это очень ответственно, это замечательно. Это очень прекрасно, что вообще возникла такой союз, такого легендарного фестиваля. Можно ли сказать, что это отличное начало традиции? И, возможно, очередной Джазкар снова будет завершен в стенах Русского театра? Конечно. Я очень надеюсь на это. Потому что до этого Джазкар рассматривал наш театр лишь как такую арендную площадку. И здесь мы уже, ну, такой эпицентр, прямо события главное. И там одно из главных – вот это рождественского джаза. Конечно, это должно стать традицией. И у нас уже есть планы на следующий год. В двух словах, что же ждет зрителя? Джазовые, известные, может быть, больше, где-то меньше песни. Наши артисты также принимали участие в выборе, но в большей степени выбирала я, Анна Эрм и Яна Трамп, которые сделали всю аранжировку. Очень мощный музыкальный состав, очень интересно подобраны песни. То есть там будет и песни из репертуара Эллы Фиджеральд, песня Чарли Чаплина, моя любимая «Смайл». На самом деле, без таких глобальных сюрпризов, то есть довольно все известные песни. Но в целом мы приближаемся к джазу именно с точки зрения театра. Теплый, уютный вечер. Абсолютно, абсолютно. Сколько мне известно, там будет очень много публики. И придумано даже такое интересное сценическое решение. Артисты будут чуть ближе, чем обычно, к зрителю. И это, наверное, тоже как-то нас всех объединит. Давайте пригласим. Да, приходите, пожалуйста, в это воскресенье в Русский театр. На большой сцене в 6 часов. А если не удастся в этот раз, старайтесь в следующий раз успеть. Обязательно нужно следить, потому что, как мы уже сказали, это не последний раз. Да, точно так. Спасибо вам большое. Успехов уже в это воскресенье. Спасибо. Русский театр все чаще становится источником радостных, необычных новостей. К двум прекрасным спектаклям сезона «Обыкновенное чудо» и «Мальчик, который видел в темноте», прибавляются неожиданные события. Как, например, завтра в 15.00 Русский театр проводит рождественскую ярмарку «Аукцион» на новой площадке «Ринг». На аукционе будут представлены фотографии, костюмы, ликвидит атрибуты спектаклей. Поэтому приобретаемая вещь будет иметь и символическую ценность. А собранные средства пойдут в пользу ветеранов театра. И, конечно, джаз-кар в воскресенье. О чем мы поговорили с музыкальным руководителем театра Александром Жиделевым. А у нас есть еще и рождественские темы. Праздники все ближе. В воскресенье зажгут последнюю свечу Адвента. Но похоже, что кое-кто не решится в этот раз зажигать электрические свечи. Да и елки в домах могут сиять гирляндами не с прежним размахом. Ведь нынешние счета за электричество нельзя назвать предрождественским подарком. И все-таки в ближайшие дни народ позабудет об экономии. В небо все равно взлетят разноцветные фейерверки. Вадим Малышкин узнал у специалистов и жителей страны, как сделать, чтобы к огорчениям, связанным со счетами за коммуналку, не прибавились еще и неприятности при неосторожном обращении с пиротехникой. Хлопушки, бенгальские огни, фейерверки – все это традиционные и неизменные спутники празднования Нового года и Рождества. И хотя тех, кто ждет ярких красок в ночном небе в предстоящей празднике по-прежнему немало, в последние годы некоторые наши жители стали категорично относиться к запуску различного рода пиротехники. Причины у всех разные. Сейчас против. Почему? Потому что все-таки сейчас такое положение очень тяжелое, и у людей не у всех такое хорошее настроение. Я против. Почему? Ну, в связи с ситуацией в Украине. Потому что это все-таки Новый год, и как-то хочется более яркости. Нет, не мешает. Красиво. Считаю, что красиво. Если вы все же считаете, что на Новый год или Рождество обязательно должен быть фейерверк, и дети ждут от вас громкого и яркого салюта, обязательно прислушайтесь к следующей информации. На сегодняшний день выбор новогодних фейерверков и салютов достаточно широкий. От больших комплектов до маленьких бомбочек. Однако при использовании любой пиротехники следует соблюдать правила безопасности. Даже небольшая праздничная хлопушка может доставить серьезные неприятности, если ее использовать неправильно. Не говоря уже о больших пиротехнических праздничных наборах. Устанавливать любой фейерверк необходимо на расстоянии как минимум 10-15 метров от других людей. И строго следовать инструкции, которая прописана на каждом пиротехническом изделии. И ни в коем случае не пренебрегать правилами. Если мы говорим про, допустим, такой однозарядный фейерверк, его обязательно нужно установить на ровную поверхность, а также в это зимнее время укрепить снежным комом, чтобы при отдаче ни в коем случае не было падения. И ни в коем случае вот этот заряд не улетел в толпу. Если фейерверк не сработал, не спешите подходить сразу. Необходимо подождать минут 15-20. И не забудьте убрать за собой весь мусор. Запускать салют или нет – это выбор каждого. Но давайте уважать друг друга. И если вы все же соберете запускать фейерверки, сделайте это по всем правилам. И тогда праздничный салют действительно принесет исключительно радостные эмоции. И помните, алкоголь и пиротехника несовместимы. Вадим Малышкин, Виталий Савинский, Новости Таллина. Ну что ж, будем надеяться, что никакой Гринч не сумеет преподнести нам неприятный сюрприз в дни праздников. А вот погода может это сделать. И пусть нас не обманывает появившееся сегодня на несколько мгновений солнце. К сожалению, ходят предсказания о метелях и возможных холодах. Но это в будущем. А пока прогноз погоды на ближайшие дни. Престающей ночью преимущественно облачная погода. Возможен небольшой снег. Ветер южных направлений 3-7 метров в секунду. Температура воздуха от 6 до 8 градусов мороза. Завтра днем облачная с прояснениями сухая погода. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха от 6 до 8 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье облачно с прояснениями пойдет небольшой снег или мокрый снег. Южный ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха минус 6-9 градусов. В воскресенье днем облачно. Ожидается снег, мокрый снег. К вечеру дождь. На дорогах скользко. Ветер юго-западный 6-11. Порывный до 17. К вечеру до 20 метров в секунду. Столбик термометра повысится до 1-2 градусов тепла. В понедельник ночью сохранится облачная погода. Пойдет мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный-западный 7-12. Порывный до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла. В понедельник днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южный-юго-западный 6-11. Порывный до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 тепла. И это все на сегодня. Новости Талина вернутся в эфир уже в понедельник. С рассказом обо всем самом важном в нашей жизни в дни перед Рождеством. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь до понедельника. И надеюсь, что мы убедили вас, что выходные можно провести весело и интересно. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова